В одной из московских студий прозвучало ось это. На то, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях. Никакого отношения к решению дискуссионной проблемы это не имеет. К сожалению, это кидает тень на парламент, на власть и так далее. Они боялись ему отвечать. Я вам не объясняю. Это они зря. Еще раз, надо быть уверенным в себе. Если вам грубят, кто бы это ни был, действовать адекватно в ситуации. Тем более, когда это действительно происходит в такой непотребной форме. А потом, как выяснилось, хай пожаром ведущий и депутат Госдуры Евген Попов назвал тоже депутата. Тобто султана Хемзаева. До речи, обидва пацієнта есть таки депутатами Госдуры. Ну а конфликт у них виник на підґрунті дозволу заборони хиджабу. Верніше, было все так. Сначала Хемзаев назвал владу Володимирской области РФ идиотами. А все через то, что они пытались заборонить хиджаб у школах. А потом это вспомнили в студии Попова. Как депутат Госдумы Хемзаев, приехав, как я понимаю, во Владимирскую область, руководство которой решило, чтобы дети в школу ходили, не нося на себе знаков религиозной принадлежности, хиджаба, никаба, еще нужно разобраться, что это такое в том случае. Поехал, я как понимаю, туда и устоил выволочку местным чиновникам. То есть сам тон, в сети это гуляет. Я не знаю, покажут ли это телевидение наше, стыдящиеся некоторых моментов. Ну, тон разговора, ну, я не знаю, если со мной так говорил человек, депутат он, не депутат, я бы в самом мягком случае просто вышел бы из зала. Из своего? Да послали бы куда подальше. И были бы правы на самом деле. Так вот, есть проблема? Есть. Он делает что-нибудь, понимает, в чем проблема? Его право. Он имеет на счет свою точку зрения, ради бога. Но, да, он постоянно ссылается на Конституцию, во-первых, утверждая... На спецоперацию и на Владимира Путина, проходя иногда к угрозам. И ставит, например, один регион российский, одну республику, входящую в состав России, другому региону. В частности, в Владимирской области утверждают, что они совершают глупые действия. Ну, а уже после этого эфира Попов поведомил, что ему звонил с погрозами сам Хамзаев. Тож, как видите, в чистилищи штурханина. И знаете, было бы добре, чтобы она мала продолжение. Ну, а что, мне, отверто, подобается. Нехай там хоть один одного зжеруть. Та и взагалі, нехай там еще больше ненавидят один одного. Ну, и, конечно, смешивают с лейном. Может, тогда знаете, меньше про нас с вами будут в своих эфирах пласти Ахинею. Давайте смотреть на вещи реально. Да, по всему фронту есть успех. Успех неплохой. Успех не какие-то 300 метров, как мы привыкли, а серьезный. То есть, мы должны понимать, что если 2 км, это захватили ротно-пронный пункт. То есть, нет роти. Бо пока что они все еще продовжуют это делать. Ну, конечно, а про кого же еще говорить, как не про Украину и украинцев. И вот главный кень бункерного снова бьет копитом, коментуя заяви Володимира Зеленского. Нагадаю, президент подтвердил, что Украина у плане перемоги просила забезпечить ее далекобійным оружием. Зокрема, далекобійными крилатами ракетами Томагавк. Но это была конфиденцией информация между Украиной и Белым домом. Ну, и опять же, мы не можем заниматься гаданием на кофейной гуще, тем более гаданием на той субстанции, которой иногда пользуется президент Украины. Но то, что его требования Томагавков вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Поэтому, я думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело. И уверен, что ради обеспечения безопасности Соединенных Штатов, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть Соединенные Штаты в войну против России. Тим часом пропагандист Гаспарян с гостем уже своего эфиру жваво обговорював нас, украинців, а не президента Украины. Просто они очень любят ось эти кремлевские штури говорить о нас с вами. Как тебе статистика официальная, что больше 100 тысяч ухилянтов? При том, что, зная, как на Украине его понижают, видимо, здесь минимум 200. Ну, я думаю, они раз в пять принизили число ухилянтов. Там же и о дезертирах речь, в принципе, идет. Меня вот всегда шокировало, а как эти хлопцы, зачем они даже из плена, из нашего, да, потом едут гордые, обматываются желто-синими флагами, приезжают домой с надеждой, что теперь-то их никто, прошу прощения, не тронет. А к ним тут же приходят и говорят, так, парень, ты, в общем-то, здоров, ну, подумаешь, немножко ранен пару раз в этом, в отпуске в русском плену побывал. Теперь давай снова на передовую, на фронт. И получается так, что вот мне очень понравилось вот это видео, кстати, где ребята и девчата батальон Монако с одной стороны, с левой, а с правой стороны, рядышком, хоронят очередного слова героя. И все это под красивую, веселую музыку, прям здорово-здорово. И я понимаю, что часть населения Украины, она ведь действительно слушает Верку Сердючку, танцует в ночных клубах, веселится. И очень многие из них совершенно искренне уверены, что к ним никто не придет. У них все есть, все вопросы они решили, кому надо заплатили. Посмотри, Сумбатович, на наших пророссийских украинцев, которые к нам понаехали. Те, что потом едут в центр Москвы в этот самый ночную лавку своего сына. Знаете, они говорят про нас, потому что, по-перше, им очень дошколяя то, что даже в условиях страшной и кривавой войны, которую они начали, чтобы уничтожить нас, мы продолжаем жить. А по-друге, они постоянно сейчас пытаются продемонстрировать отсутствие единственности в украинском суспільстве. Бо для них все наши внутренние чвари – как бальзам на душу. Тому вкотре прошу, украинцы, давайте быть сведомыми, а не подигравить ворогу. Так, у нас є багато проблем. Так, корупційні скандали, недобросовісні чиновники та несправедливість зараз дійсно руйнує нашу віру у перемогу. И моментами, мабуть, в багатьох опускаются руки. Але поверьте, саме на це найбільше чекають усі ці бридкі пики у московских студиях. Вони мріють про те, чтобы мы с вами сдалися. Бо поверьте, у них теж чимало проблем.